Кузьмич, чего пришел-то? Проходи, садись, борщица тебе налью. На, дорогой. Ты чего это, Матвеев? Вот, значит, вы как? Не успел парень приехать, ему уже и туману напустили. А ну ты молчи, я вашу породу хорошо знаю, как вцепитесь, не оторвешь. Да ко мне-то какие претензии? Претензии? Да я тебе такие претензии имею, что тебе и не снились, а? Знаю твой характер, Матвеев, не удивлюсь. Характер он мой знает, можно подумать. Да чего тут думать? Я помню. Ой-ой-ой, помнишь. Да что ты там помнишь-то? Я все помню, Матвеевна. Память еще не отшибла. Помнит он, помнит. Ну, и что ты там помнишь-то? Как гуляли с тобой в молодости, помню. Как на танцы в клуб ходили, помню. Как на тракторе тебя катал. А как потом? Все деревни трактор-то тот из канавы вытаскивали, помнишь? А трактор-то не твой был, а папань моего. А чего это мы с тобой в канаву, у звездолетели? Неужто не помнишь? Да не припомнишь что-то. Выпивши ты, поди был, вот у звездолетели. Да целовались мы с тобой. Думаю, я руль-то бросил. Думаю, куда трактор из колеи-то денется. А он возьми, да смени траекторию. Я все помню. А ежели помнишь, вот и скажи ты мне. Сейчас как на духу. Чего это ты тогда на Верке Клюшиной женился-то, а не на мне? А чего мне оставалось делать? Ты же сама за Федьку замуж вышла. А может я до последней минутки сомневалась, закрывалась, а в слесовет не входила, все ждала, что ты непутевой объявишься. Ты же сказала сама мне на глаза не попадаться. Конечно сказала. А чего это ты с Зинкой-продавщицей до утра в сельпота делал? Мне бабы все тогда про вас рассказали. Да мешки я ей таскал. Это ты Зинку таскал. Вот и мне бабы тогда все ей рассказали. Ах, стись ты, Матвевна. Не вдвоем мы там были. Там еще Мишка Грушик присутствовал. Ха, Хельзинка. Обманули тебя бабы. Таскал мешки. Да на утро под глазами твоими бесстыжими мешки-то были. Обманули. Сейчас что хочешь, можно говорить. Не поверишь. Да ты тогда проверять не стала. Сразу пошла с Федькой заявление в сельсовет подавать. Эх, Матвеевна. Ты мне разговор в сторону не уводи. Предупреждаю. Касьми лягу. А внучка, моя твоя внучка, не получит. Да не больно и надо. Раз так, то и я против. Так что тут нужно было. Заодно. И вообще. Некогда мне с тобой разговоры не разговаривать. Да ни за что на свете. А я с тобой согласен. Прямо на все сто согласен. Только ведь они теперь как? Разве спрашивают? Уедут в город, поженятся. А мы их знать не будем. Я им поженюсь. Да я своего внука на выстрел к вашему дому теперь не подпущу. Да я и сам не подпущу. Только ведь дело. Сама знаешь какое. Деликатное. Как-то страховка нужна. Какая такая страховка-то? Обыкновенная. Да это как же. Чтобы им не в жизни прожениться. Даже если бы и захотелось. Как же так-то? А вот как, Матвеевна. Предлагаю тебе руку и сердце. Официально. Чего? Оттого. Мы же с тобой распишемся. Внуки наши будут друг другу, как бы родня. Ну, как брат с сестрой. А родне-то жениться не положено. Пошутить решил, старый черт. Сейчас вот полен-то возьму. Шутить ты разучишься. Я нисколько не шучу. Что ты брешешь, старый черт? Это кровные родне. Жениться-то не положено. А они же не кровные. Да ты что, Матвеевна, газет не читаешь. Закон такой принят. Во. Это где? С северашнего дня. Ой-ой-ой-ой. Это где ж такое? Да хоть седьмая вода на киселе. Хоть десятые колена. А ежели по документам родня, то все. Никаких связей не допускается. Это где ж такой закон-то прописан. Какой же ты отстал или нет, Матвеевна? Вот завсегда ты такой была. Никакого политического интереса в тебе нет. Ну раз так, на нет и суда нет. Проваливай, громадей. Проваливай. Да я же не в гентом смысле. А ежели сомневаюсь в моих намерениях, то могу повторить. Матвеевна, Любаша, выходи за меня замуж. Ой, Любаша, а я уже думала, забыл, как меня зовут. Все, Матвеевна, да Матвеевна. Спасибо. Спасибо.